Вот, допустим, молодой человек не видит, чем ему в жизни заниматься. Я такому молодому человеку говорю, не думай сейчас об этом, подумай о том, есть ли у тебя в жизни идеал или нет. Можешь ты думать о Сергею Радонежском, о каком-то другом святом человеке, с любовью в своем сердце, культивировать ему эту любовь. И чтобы культивировать ее, изучать его жизнь, молиться этому человеку, мысленно кланяться и так далее. Можешь ты так жить или нет? Если не можешь, если нет у тебя никакого идеала в жизни, не будет тебя ничего вдохновлять, меняться. Не сможешь ты рано вставать, не сможешь ты обливаться душем, не сможешь ты менять свою жизнь. Не сможешь. Ты не поймешь, что я так надо делать по факту. Теперь вопрос, а если у меня нет идеала и нет возможности всем этим заниматься? Я просто мне тяжело, скучно жить. И нет у меня ни сил, ни энтузиазма, ни чему. Что делать? Ответ такой. Надо искать людей, которые имеют такую склонность. Через общение с этими людьми у тебя появится желание. Так же. Это само собой происходит. Поэтому первое, что человек должен сделать в своей жизни, это изменить свое общение. И это говорят, что если ты, допустим, ходишь, дружишь с девушкой из публичного дома, значит очень скоро ты будешь делать то же самое. Это зависит от того, с кем ты имеешь отношение. Дружбу. Понимаете, речь не идет так просто с дружескими отношениями. Я говорю о дружбе. И у нас какая дружба? Он говорит, ну у меня другая дружба, у меня другой круг друзей. Почему другой? Потому что другие вкусы. Если человек меняет свои вкусы, меняется дружба. Допустим, вы начали слушать лекции, у вас поменялись вкусы. Но он с кем хочет, будет хотеться дружить? А с теми людьми, которые имеют такие же вкусы, это естественно. А эти люди будут менять ваше сознание. Все. А это изменение в сознании приведет к энтузиазму. Потому что когда у человека есть идея, вот эта вот личность, Личность, которая на тонком плане вливает в него свою силу внутреннюю. Сильный человек, то есть светое человек очень сильный. Соствует из света. Свет – это энергия знания. Свет – это энергия знания. И знания меняют судьбу человека. Знание наполняет разум. Разум соткан из знания. Мы, если целыми днями смотрим телевизор, который нам показывает вкус вот этого вот жизни для того, чтобы больше работать и больше иметь, или круче иметь связи и больше иметь. Разные способы это тоже означает работать. Не думайте, что круче иметь связи означает просто так вот. Не бывает. Тоже надо трудиться для этих связей. И так далее. Ну, то есть, по-любому, человек имеет какой-то вкус, и он его тянет за собой. То есть, один вкус – это внешние вот эти вещи, которые опустошают сердце, и делают человека каменным внутри, и очень крутым снаружи. И второй вариант – это вкус, который делает человека внутри очень глубоким, и развитым потом снаружи со временем. Просто это не сразу срабатывает. Сначала глубоким внутри, человек внутренне вкладывает, а потом он становится внаружи нормальным, развитым. И он на всех этапах этого пути счастлив, самое интересное. Он всегда на своем месте находится, потому что у него хорошее отношение с какими? Хорошими людьми. Не с теми, которые возьмись, которые тебе пнут под зад, когда ты не нужен, а отношения с теми людьми, которые честно относятся к тебе. Видите, очень важно понять, что и является в основе распития человека лежит. Отношения с теми, кто стремится к чистоте, к высокому человеку. Поэтому по факту больше, чем всего в жизни человека, ему нужна вера. Вера. Вы спросите, какая вера? Ваша вера. Ко мне женщина одна подошла и говорит, как говорит мне, Олег Геннадович, какую веру в нее принять? И посмотрела на нее, говорю, вашу веру принять. Она говорит, а, тогда понятно. Пришла. Она подробовала в языке и говорит, а, вот как? Как в начале знакомости верить какую-то? Кто-то у кого-то одним, православный, допустим, кто-то мусульман и так далее. Бог, он один, и он знает, какие наклонности у нас, дает нам свою веру, каждому свою. Зачем нужна вера? Она нужна для того, чтобы у человека были чистые светлые отношения с близкими, чистые светлые отношения с детьми, чтобы у него была личность перед глазами, которая даст ему разум, как жить, даст ему силу, энтузиазм. Понимаете, от личности к личности перетекает знание и сила. Не просто так она берется не с потолка, не потому, что ты бумажку прочитал. Я говорю, если ты хочешь, хорошо. Рецепт простой. Допустим, Мария Иванович, давайте гулять, как мне сделать так, чтобы у меня было хорошее положение в обществе. Пожалуйста, очень просто. Найдите свой идеал. Вот у вас есть, допустим, идеал. У человека хорошее положение в обществе, он какой-то политик сильный, или он, допустим, бизнесмен сильный. Найдите вот этого человека в своем сознании, прибейте к нему и скажите, я верю в тебя и хочу что-то делать для меня. Зови меня с трудом. Он скажет, хорошо, подметай у меня пол. Подметайте для него. Подметайте ему пол. Будьте дворником для него, для этого человека. Всегда здоровайтесь с ним, очень свежливо. Верьте в него. Мысленно думайте постоянно о нем. Подметайте пол для него. Постепенно в вашу психику начнут перетекать качества этой личности. Вы начнете понимать, как делать бизнес, как заниматься всем этим. И он хомитит вас сильнее, приблизит вас больше. И так вы сможете приблизиться к этому человеку. Я это говорю. Если ты хочешь стать правителем, поверь в царя, подружись с его подданным, каким-то близким, и ты станешь очень быстро, подданным царям, и займешь высокое положение в обществе. Рецепт очень простой. Через веру, через отношения глубокие с человеком. Человек поднимается очень быстро вверх по лестнике. Но, верно говоря, это дешевый способ жить. Это хороший способ разбогатеть, получить положение в обществе, перетянуть качество характера, это личности, хороший способ. Но можно взять себе в одеяло совсем другого человека, который выше царя находится, святого человека, понимаете, и получить его качество характера себе. Я так говорю, я так и понял, как устроен этот мир. Нет никаких сложностей, не упасиваться на работе. Для этого надо просто стать приближенным человеком, влиятельного человека. Все. Как стать? Просто поверь в него. Если не можешь верить в него, тогда тренируйся. Поставь фотографию, планируйся немысленно. Я хочу в тебя поверить. Знание об этом человеке придет в твое сердце. Потом дальше придет время, и ты с ним начнешь отношения строить в детстве. У меня была такая ситуация в жизни интересная. Я, ну, в детстве, мне понравилась одна певица. Нет, там две, там сынки. Там, где себя, там, в молодости. Ну, актриса. Какой хороший человек. Я так думал о ней в детстве. Где-то лет 8-10. Думал так, светлой памятник у меня такой об этом человеке. Один раз, когда я жил в Москве, меня с ним познакомили. Ну, я уже была в возрасте. И у нас такие глубокие чувства сразу вызывают. Хорошее отношение. Господь исполняет все желания. Нет проблем. Хочешь вот это получить. Важно работать над собой. Человек может получить все в своей жизни. Просто надо знать, как идти. Понимать, надо быть честным просто перед собой. Чего ты хочешь? Хочешь правительство? Служи человеку из правительства. С верой. Не служи ему вот так вот, знаете, как служить надо. А с верой честно. Поверь ему. И сразу возникает желание. Чего ты? Да не хочу я в него верить. Но не верь тогда. Верь человеку повыше тогда. И ты получишь и то, и другое. Если у тебя есть склонность к власти, это хорошо. Вопрос заключается в том, зачем это тебе надо. Потому что веды говорят, что если ты обладаешь властью, и ты просто управляешь людьми, допустим. Веды говорят, у тебя есть власть. Один вариант. Ты сделал счастливыми этих людей и получил очень много благочестия в своей жизни. В следующей жизни ты будешь счастлив. Второй вариант. Ты издеваешься над ними. И это значит, что ты будешь потом страдать неимоверно в следующей жизни. За каждое издевательство над каждым человеком придется отвечать. Так зачем тебе эта власть тогда нужна, если ты еще не разлился как человек? Зачем тебе это надо? Ты не справляешься. Ты не можешь их всех любить. Так зачем тебе нужна власть? Ты портишь себе эту жизнь и следующую таким образом. Понимаете? Поэтому нет другого выхода. Человек должен все свои силы, какие у него есть, все свободное время, прилагать на то, чтобы развиваться отлично. Для этого нужно менять общение. Более развитое, чистое, светлое. Это означает верующие люди. Вы скажете, где таких людей сейчас взять? Даже верующие люди. Сейчас большинство нехорошие люди. Об этом пишут в газетах, в журналах. А вот знаете, у меня много хороших людей верующих. И православных, и мусульман. Я когда, вот здесь, допустим, у меня есть человек один знакомый, который является спонсором киевско-печорской лавы. Он очень верующий человек, слушает мой лекции. Принес мне жития святых. И такой вот книг много. И мне он очень нравится. Он чистый, честный человек. И у него есть такие же знакомые православные. Почему их нет? Есть чистые, честные люди. Вы их искали? Я никуда православный. Но у меня есть такие знакомые православные. Я ведь останавливаюсь. Я останавливаюсь с одной женщиной. Она мусульманка. И она знает Коран на арабском языке. Она очень образованный человек. Она ходит на мои лекции. У нас глубокие отношения с ней. Но я не мусульман. Понимаете, я знаю много возвышенных личностей в этом мире. Много возвышенных личностей. Тех, которых я знаю. И тех, о которых я знаю. Но если вы не изучали ничего об этом. Вы думаете, будете думать, что этот мир состоит из одних подонков. Почему? Потому что об этом очень много пишут сейчас. И мы это все дерьмо в свои уши вливаем. А нужно то искать других людей. Которые чистые, светлые. И тогда у тебя другое сознание будет развиваться совсем. Другие чувства и желания. Другие интересы. Надо этим заняться серьезно. Потому что когда у тебя вот эта чистота в сердце будет жить, сразу она будет передаваться близким. Жена не захочет тебе изменять. Даже если пока не положено. Это факт. Судьбу можно победить с помощью знания. Знание означает чистота. Свет. Знание означает свет. Он идет от святых людей. Поэтому изменить свое предназначение можно только поменять круг отношений, круг общения. Смотрите, какой у меня сейчас круг общения. Беру просто обычную ситуацию. Я прихожу домой. Включаю телевизор. И смотрю там кино. Ну что я там смотрю? Делектив какой-нибудь. Или допустим эротический фильм. Или фильм там какой-то допустим политическую окраску имеет. Или что-то такое. И чем там занимаются люди в этом фильме? Чем они там занимаются? Они там зарабатывают деньги. По твоем зрении. Вот и все. Какие у тебя с ними отношения? Они тебя дурят. Дурят. Вот и все. Теперь второй вариант. Есть же фильмы другие. Но другие люди играют. Эту культуру принес в кинематограф Станиславский. И в искусство тоже. В театрах тоже принес туда эту культуру. Культуру глубокой игры. Основанной не на деньгах. А на любви к аудитории. Понимаете? Основанной на том, чтобы понять с того, кого ты играешь. Поверить в него, в этого человека. Понимаете? Эта игра Станиславского, она была признана во всем мире. И даже Голливуд на нем основывал свою деятельность. Но не слишком глубоко понял его. Понимаете? Не нужно этот футбол все смотреть на голубых экранах. Мы же перенимаем сознание, вкус жизни через это все. Человек должен смотреть то, что развивает в нем чистоту. Конечно, нравятся вот такие фильмы. Но это означает, что ты так будешь жить. Общение, которое человек получает в жизни, формирует его восприятие мира. И вот там, за рубежом, это понимать лучше, чем у нас. Ну я, конечно, никого сейчас не хочу критиковать, я просто вам расскажу. Когда в Америку ездил, я там не видел рекламы сигарет. По крайней мере, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, где я там читал лекции. Там не было рекламы сигарет. Я когда спросил, а как вообще люди курят, мне сказали, что люди курят только дома. На улице нельзя, по штрафу, по работе, выгодить с работы. Если узнают, что ты куришь дома, тоже выгодить. В ресторанах нельзя курить, в транспорте тоже. Почему? Потому что древно для здоровья. Почему так? Потому что там заботятся о здоровье людей. Почему же у нас привезет реклама этого мальбора, этого ковбоя, который умер от рака? Умер от рака, по факту. Легкий, потому что курил. А он круто там губит на этой рекламе очень. Почему у нас все это висит? Об этом говорится в одном мультике из дневниковых периодов 3. Я как-то в самолет улетел в святое место и там показывал это все. Главное, денешься. Мультик хороший. Там на том мультике, вот слоник, слоника, у нее родственники были, такие два, таких хомячка. Родственники были. И она за ним очень волновалась, для этих родственников хомячков. И они все время вот в жизни рисковали. И она как-то спросила со слезами на глазах, почему вы так рискуете своей жизнью? Почему вы все время прыгаете так под эти скалы, которые падают? И они такие простазились такие. Смотрят у нее два хомячка и говорят, «Ты хочешь правда знать, почему мы так спели ребенок?» Она говорит, «Так хочу правда». Скажи мне, пожалуйста, какие? Потому что мы дубые. И эти хомячки осознали. Поэтому я вам рекомендую вспомнить этот эпизод из этой мультики, когда вы будете включать телевизор всего будущего. человек должен смотреть на то, что приведет его к счастью. Это очень сложно сделать. У нас другие привычки, другой вкус, другая культура. Но это надо делать. Потому что этот вкус передается детям. Вот смотрите, простой пример приведу. Вы домой приходите, ребенок не хочет учиться. А почему? Потому что разум ребенка имеет подчиненное состояние. Он подчиняется тому, что родители. Папа смотрит телевизор, просто наслаждается футболом сидит. Мама наслаждается разговором по телефону. А ребенок, если на вся эта атмосфера создана не из работы над собой, а из наслаждения. Ребенок не сможет в этой работе, в этой атмосфере учить уроки. Потому что это трудное наслаждение. А он подчинен этой атмосфере, которая создана в парке. Он не может ничего поменять. Поэтому он только он сидит в компьютерной игре играет, а не уроки учить. Почему? Потому что он живет в той атмосфере, которую вы создали. А атмосфера зависит от того вкуса, который ты в сердце имеешь. И поэтому, если вкус не тот, вся жизнь идет под откос. Легко это поменять? Непросто. Но если хотя бы чуть-чуть человек изменил свой вкус в жизни, то все в жизни начинает меняться лучше. Первое, что меняется, меняются друзья. Самое первое, меняются друзья. А почему меняются? Потому что ты начал слушать лекции, что-то делать в этом направлении, как поменять свою жизнь. И они тоже так тоже делают то же самое. А потом мы начали служить, изучать это все. Второе, что меняется. У человека появляются хорошие привычки. Сначала друзья появляются. Он сначала с друзьями общается, как правильно жить. Потом домой приходит и говорит на жену. Это нормально. Это значит, что идет процесс. Учуство. Потом вторая стадия такая. Человек начинает чувствовать, что ему хочется по-другому жить. Вот он живет так, а ему хочется по-другому. У него появляется вкус в другой жизни. И это очень хорошо. Не надо при этом париться о том, не надо вкладывать силы, чтобы бросить курить в эту стадию. Не надо этим заниматься. Понимаете, оно потом назад прилетит все равно. Потому что вкус движет человека. А вкус зависит от знания, что такое счастье. Это знание о счастье – это самая сложная вещь в жизни. Чем не надо заниматься? Почему люди молятся по утрам святому человеку? Для того, чтобы вкус перенять к счастью, от святости. Когда этот вкус к счастью становится у тебя, у тебя в жизни приходит к тебе сердце, тогда у тебя появляется желание вечером почитать о жизни святых людей вместе со своим ребенком. У тебя появляется желание просить прощения у своей жены за то, что ты ее мучил так долго. Появляется желание не ходить к любовнице. Ты не знаешь, что ты уже не ходишь. Появляется желание. Появляется желание. То есть у человека, у него появляются такие внутричувства, желания. Это второй этап развития человека. Дальше третий этап. У него появляются силы. Чуть-чуть силы как-то менять. И в это время он начинает верить в процесс. Он начинает чувствовать, что работает система. Начинает пораньше вставать, менять свое питание. Начинает. И все в это время он не подпитывается. Он в это время принимает. Он заряжается, понимаете. Он слушает лекции, слушает духовную музыку. Он сам ничего не делает. Он впитывает в себя просто. Впитывает. Он впитывает то, что надо. Понимаете? И дальше следующий этап, что происходит. Он начинает чувствовать, что что-то меняется. Отношения чуть-чуть поменяются. Друзья уже поменялись сильно. То есть совсем другая среда, в которую я обращаюсь. И дальше следующее, что меняется, это деятельность человека. Он начинает уже лучше выбирать себе труд. Он трудится в более чистой среде. Ему хочется уже работать там, где нормальные люди. Ну, более-менее нормальные. Дальше что меняется? Начинает меняться характер человека. И только потом отношения в семье. В самой последней очереди. Когда поменялись отношения в семье, дети меняются. Они становятся лучше. Видите, какой длинный путь. Когда у человека поменялся характер, первый результат изменения характера относится к нашей лекции. Человек начинает чувствовать, чем ему в жизни заниматься и как. И я вам сейчас расскажу несколько моментов, которые вы должны знать. Не путайте одно с другим. Смотрите. Вот четыре природы разума, которые я сейчас описал, они предназначены для того, чтобы просто зарабатывать себе на жизнь. Не путайте это с тем, что приносит сердцу глубокое счастье. Часто люди подходят и говорят мне, Олег Геннадьевич, в какой деятельности, где мне надо работать, чтобы это приносило сердцу глубокое счастье? Невозможно это вместе одно с другим соединить. Потому что глубокое счастье человеку может приносить только духовная жизнь. Или работа над собой, как хотите это понимать. Или внутренняя жизнь. Понимаете, вот эта жизнь, в которой ты просишь прощения, прощаешь, любишь всех. И чистую память о людях держишь в своем сердце. Вот я хочу о вас держать только чистую память. У вас там есть что-то свое, меня это не волнует. Я с вами честно и чисто говорю о очень серьезных, возвышенных вещах. Но и вас думают, что Олег Геннадьевич куда-то несет. Какие-то степени. А меня никуда не несет. Я просто хочу вам говорить самое главное, то, что у меня в сердце есть. И я знаю, что это вам поможет. Потому что многим уже помогало. Не потому что я такой хороший, а потому что знание такое хорошее. Чистое светлое – это основа, для чего мы должны жить. Мы должны видеть, учиться в людях это. Мы должны учиться смотреть фильмы об этом. Мы должны учиться такие книги читать. И в свои молитвы мы должны по утрам молиться святому человеку, чтобы он нас занял такой деятельностью, а не дерьмом всяким, которым мы занимаемся в течение дня. Вот эта вот деятельность, которую я сейчас сказал, она приводит человека к глубокому удовлетворению и счастью неподменному, которое ничем не заменишь, ничем не заменишь. Для чего же нужно предназначение, функции разума, для чего нужны? Для того, чтобы человек развивался в социуме и развивал себя вместе с тем, что он зарабатывал себе на жизнь. Человек не может жить без еды, не может жить без жилья, положения в обществе, не может жить без образования в этом обществе, он не может жить без социума. Понимаете, эти вещи являются очень важными в нашей жизни, потому что они поддерживают саму жизнь. Теперь смотрите, если человек путает поддержание жизни с глубоким внутренним удовлетворением, которое стоит выше, такой человек находится в глубоком, диком заблуждении. Почему? Потому что он в своей работе верит в нее по факту, предает то, что ей поддавать нельзя. На работе человек должен получать удовлетворение от того, что он выполнил свой долг, ровно настолько, насколько нужно ему для того, чтобы нормально жить в этом мире. А вот глубокое внутреннее счастье человек получает, когда он уже закончил свою работу, и он идет и работает над собой. Теперь слушайте меня дальше. Когда человек развивается как личность до определенной степени, его работа соединяется вместе с духовной практикой. Это происходит, когда человеку вообще не нужно беспокоиться о деньгах. Это значит, что он развит настолько, что люди сами будут поддерживать его жизнь, ввести бы он им давал то, что им нужно, а им нужно больше всего знания. Такой человек становится наставником для всех, понимаете? Ему же не надо беспокоиться о работе, он может бросить свою работу и просто людей учить жизни. Но это результат жизни, понимаете? Каким человек может стать только в зрелом, глубоком, может быть, пожилом возрасте. Но по факту, пока человек не стал таким, он должен разделить то, что ему приносит глубокое счастье, и то, что приносит ему средства на жизнь. Понимаете? Это надо разделить. Если человек не разделил, он будет мучиться все время. Смотрите, у человека есть, который не стремится к чему-то высокому. Есть работа, есть хобби. Понимаете, это разные вещи. Хобби постепенно перерастает в духовную жизнь человека, а работа, она становится не слишком значимой для человека в жизни. Почему? Потому что он знает, что сколько денег надо, сколько по судьбе положено, сколько будет, не надо здесь слишком много париться. А сколько по судьбе положено, сейчас объясню. Чем больше благочестие человек имеет, чем больше он развития в личности имеет, тем больше у него денег. И меньше надо работать. Сейчас я вам это докажу. Что такое благочестие? Давайте разберемся с вами. Вот смотрите. Допустим, в этот зал заходит человек, который обладает огромной силой глазки. Все замирают сразу, чувствуют. Ну, допустим, заходит и вот сюда встает. Вот, допустим, сюда встанет просто пистон какой-то, который себя что-то корчит. Кто-то замрет, нет? Нет, просто что-то сюда дышит. Вот, а если сюда выйдет человек, который действительно обладает властью, все поймут это сразу. Почему? Как вы думаете? Потому что от него исходит определенная сила от этого человека. Эта сила называется благочестием. Откуда она берется? От того, что человек работал над собой в прошлой жизни. От того, что он молился, от того, что делал добрые дела, был честным, любил других людей, выполнял свои обязанности в этом обществе правильно. Человек купит благочестие, понимаете? Теперь вопрос, куда он его денет, это его личное дело. Он может быть как уголь в следующей жизни, он может стать правителем, который будет всех учить и так далее. Но то, что у него есть благочестие, это факт. Потому что, если бы его не было, у него не было силы, с помощью которой бы он влиял на людей. Допустим, выйдет сюда человек, который может учить людей, или может красиво петь. Выйдет сюда человек, который может красиво играть на пианино, или он нарисует такую вещь, которая будет всем нравиться. Или человек просто обладает очень хорошим характером, он добрый. Или женщина выглядит очень красивая. Понимаете, все это признак добрых дел в прошлой жизни. Это называется благочестием. Беды говорят, что благочестие основана вся судьба человека. Если человек вкладывает в свое благочестие, значит ему не надо париться о том, чтобы занять положение в обществе, чтобы иметь красоту, чтобы иметь деньги, чтобы иметь связи и так далее. Это все происходит естественным образом. Смотрите, одному человеку очень легко создавать связи в жизни, а другому очень трудно. Почему? Потому что у одного есть сила, а у другого нет. Откуда эта сила берется? От добрых дел. Который он совершил в прошлом. Поэтому и его исходит от этого, то, что привлекает других людей. Что привлекает? Только доброта привлекает, чистота привлекает. Злость, ненависть, обман, жестокость не привлекает. Это все делает человека несчастным, больным, убогим. Если вы посмотрите на человека, у которого нет благочестия, он сидит, допустим, и говорит, да, 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 да. Самое главное качество, которое вы заметите, у него какое? Жадность. Что такое жадность? Это значит, что он сильно хочет денег. Видите, много хочешь, мало получишь. В этой жизни интересно все работает. Когда человек вкладывает благочестие, отдает все, жертву, у него прибавляется. Когда он просит, убавляется. Все наоборот. Женщина хочет выйти замуж, девушка, чем больше она мечтает, тем меньше она, больше сохнет, больше несчастной становится. Никто не берет. Чем больше она отдает в этом же направлении, только потому, что она хочет выйти замуж, что она делает? Она забывает об этой идее? Забыть невозможно. Забыть невозможно, но можно принять пример. Если она думает, допустим, о матери Терезе, которая монашкой всю жизнь была, и постоянно в сердце своем молится ей, она перенимает у нее материнские качества, потому что она была матерью земли. И так как женщина перенимает материнские качества, она хорошеет, становится красивой. Надо получать благочестие, и легко выйти замуж после этого, без всяких проблем. Понимаете, о чем я говорю сейчас? Я говорю о том, что дает возможности. Смотрите, как в этом мире люди действуют. Есть два способа жить. Одни люди, которые похожи вот на этих хомячков, у них система вот такая. Заполела печень, лечит печень. Что надо лечить? Надо лечить свой вкус к еде. Надо свое отношение к пище лечить. Даже не поговорить. Поплывай диету. Да как он будет соблюдать свою диету? Если человек кушает для счастья, понимаете? Для счастья он кушает. Надо сделать так, чтобы у него поменялось восприятие, что является счастьем для него в еде. В результате он будет получать счастье, и печень будет здороветь от этого. Вот и все. Вся система. То есть человек думает не о том, чтобы печень вылечить, а он думает о том, как сделать так, чтобы кушать научиться правильно. Для этого нужно понять, что такое хорошая пища, что такое плохая. Все от знания зависит. Если человек начинает знать, что такое хорошая пища, он и кушает ему классно, он и любит, и печень здоровая становится. Все. Допустим, я стал пьяницей. Не надо бросать пить. Надо поменять вкус к жизни. Надо начать изучать, как жить правильно. Надо начать понять, кто такой мужчина. Если ты понял, кто такой мужчина, у тебя появляется желание стать мужчиной, и к этому стремишься. Помните этот пультик про гадкого утенка, который понял, что он лебедь на самом деле. Да? Начал с людей людей жить. Одна лягушечка подскакала к зайчику. Она была такая скользкая, волючая такая. Зайчик пушистый, мягкий. И она ему сказала удивительные слова. Она сказала, «Ты думаешь, я волючая и скользкая?» Я на самом деле мягкая, пушистая. Просто я сейчас болею. Мы не должны себя считать волючнее, понимаете? Нет, с одной стороны это хорошо. Надо понять. Посмотреть на себя в зеркало. Хорошо. Но мы должны поставить цель. Нам надо понять, чего мы хотим как-то жить. Куда мы стремимся? Что после меня останется? Важная тема. Что после меня останется? Декоторые люди думают, что надо квартиру оставить после себя. Я сейчас вам расскажу про одну такую женщину, которая квартиру после себя оставила. Мне эту историю рассказала одна слушательница моих лекций. Она рассказала, что у нее соседка померла, которая всю жизнь копила книги. И она фотографией занималась, фотографией. Вот. И она, когда соседка ушла из-за плавнира, то она живет на девятом этаже. Когда она в дом заходила, то она увидела, как такой дождь из фотографий. Никита, знаете, такой дождь из фотографий. Миллион, миллион, миллион. А, мой хруст. И она увидела фотографии, в том числе, свои. Они все летели, карпатики, приземлялись. Эта цель всей жизни ее соседки была. И детки ее выбросили, эту цель, через несколько дней после того, как она ушла из этого милки. Надо понять, для чего мы живем. Понимаете? А квартиру ее потом продали. А дебиль повыкидывали. Вот и все. Человек должен жить для человека с чистого и светлого. Все остальное это бессмысленно. Никто не оценит. Вот много накопить и всего дети не оценят. Чем дешевле им что-то достанется, тем дешевле они это будут растрачивать. Тем шикарнее они будут жить, но недолго. Потому что они сами это не зарабатывают. Поэтому система не в этом. Ценность другая в жизни. Надо что-то очень чистое и светлое себе оставить. Понимаете? Тогда все будет хорошо. Тогда жизнь счастливой станет. Я проводил опрос среди своих слушателей. Знаете, какое интересное? Я спрашивал, кто из вас потерял человека близко? Вы подняли какие-то руки. Кто из вас потерял человека? Подняли руки люди. Я их потом спросил, а почему вы испытываете боль? Почему вы испытываете боль? Я спросил. В чем причина? Жалею, что люди пробили. Жалею, что люди пробили. Видите, смотрите, внимательно слушайте, а с вас не моменты дадим. Дальше кто потерял? Кто еще не потерял человека? Воспоминание приятных моментов в виде и понимание, что их больно не повторяется. Не повторяются приятные моменты. Так, дальше. Ваши слова. На духовном уровне, на духовном уровне очень близкие были с этим человеком. И какое от вас вспоминание? Вы плакали об этом или нет? Как вы плакали? Горько или сладко? Горько. Горько и сладко. Знаете, люди мне сказали, что плачут они о том, что вот это чистое и светлое они для людей по факту не сделали для близких. Знаете, о чем люди плачут, когда люди уходят? О том, что мы всю жизнь чем-то другим занимались. Что я тебе, я тебе, сердце твое, сердцу твоему я не дарил на чистоту или не дарил. Я с тобой чем-то внешним занимался. Ты мне дал был Богом для того, чтобы я что-то чистое в тебе открыл. А я все время с тобой ругалась или ругался. Я сейчас плачу о том, что я потерял вот эти отношения раньше. Я хотел бы, чтобы еще чуть-чуть они были для того, чтобы что-то вот это чистое и светлое тебе дать. Я хотел тебе сказать, что ты такой на самом деле хороший человек, что ты со мной всю жизнь прожил и почему-то я тебе этого не говорил. Итак, люди о чем плачут? Я правильно говорю, да? Или нет? Вот девушку оторвают. Правильно. Ну так люди, о чем плачут? Когда близкие уходят, о чем мы плачут? Почему мы воем горючими связями? А потому что мы, когда теряем кого-то, в этот момент вспоминаем, что живем-то мы зря. Мы занимаемся какой-то тереемой, понимаете? Который нам влияет в средства массовой информации, в культуре, в которой мы живем. Когда смерть близкочет, отрезвляет. Вот представьте себе, как нас будет отрезвлять вашу собственную смерть. Когда человек уходит из жизни, он думает то же самое. Это Московский сказал, что человек должен прожить свою жизнь так, чтобы не было мучительно, больно от бесцельно прожитой жизни. Когда он будет уходить? А вот когда ты вспоминаешь близкого человека, и слезы текут из твоих глаз, потому что светлая память один осталась. Это значит, что ты жил вниз, я на 20 человек. Ты выполнил свой дом. Понимаете, о чем я говорю? Таким образом, события вот эти тяжелые, они все ставят на место, понимаете? У меня была ситуация такая, когда я потерял свое положение в обществе, у меня был сильный стресс. Я не буду рассказывать, что произошло, я хочу только говорить, чтобы не стрельничать. Но так иначе у меня будет тяжелая ситуация в жизни. И знаете, все люди, которые просто жили рядом со мной, были для того, чтобы этим пользоваться, они быстро слиняли. А те, которые настоящие друзья, я даже не ожидал, они остались. Я так благодарен был этому событию, потому что оно разделило чистых людей от грязных. Знаете, часто вот эти тяжелые события нужны в жизни, чтобы поделить чистые от грязных, чтобы отрезвить человека, чтобы понять, чем я занимаюсь, а хорошие или плохие. И у меня, я потом сделал вывод, с кем близкие отношения строить, с кем подальше. Зачем нужны отношения, я понял? После этого. Если ты что-то внешне делаешь в этих отношениях, они не по-моему нужны. Это просто поверхностные вещи. Посмотрите, я тебе объясняю, есть несколько видов дружбы. Первый вид дружбы, самый поверхностный, деловые отношения. Нет, самый поверхностный вид дружбы, это дружба во время отдыха. Когда мы просто дружим, потому что мы вместе отдыхаем. Самый поверхностный вид дружбы, эти люди слиняют самыми первыми, когда у вас будет плохо. Дальше, более глубокий вид дружбы, это деловые отношения. Люди, которые дружат просто потому, что у них дела одинаковые, дружат именно искренние. Они слиняют во втором месте. Чуть попозже. А вот более глубокий вид дружбы, это дружба, основанная на вере. На том, что ты с человеком о чем-то светлом и чистом говоришь вместе, и к этому светлому и чистому идешь. Вот знаете теперь, если вы имеете такого человека, с таким человеком дружбу, основанную на вере, при этом еще у вас бизнес несовместный, то тогда у вас в жизни все хорошо. Никогда у вас не придется такая гарантия. Потому что Бога он побоится, это сделает. Бога побоится. Понимаете, о чем я говорю сейчас, нет? Поэтому для создания команды, коллектива, для создания, для этого даже нужно вместе в духовной практике заниматься. Надо учиться вместе. У меня сегодня коллектив знакомых. Ребята знакомые, знаете, как создали коллектив? Они вместе не начали собираться, отдельно от работы. Просто вот у них работа, они собирались и изучали, как жить вместе. И вот те, кто не изучал руководителя этого коллектива, он это управление отстранял. А те, кто вместе с ним изучал, он их приближал. Прошел 2-3 года, и у него такая команда стала сильная, что у него просто все взлетело, бизнес взлетел. Понимаете? А потом я узнал, что это является основой управления. Я прочитал это в Священных Писаниях. Есть веках такие Священные Писания, называются Арха Шастра. И там описано, как создавать команду, как создавать фирму, которую ты сможешь успешно управлять. Знаете, основа на чем управление? На совместном изучении, как правильно жить. То есть люди, вот управляющие собираются, начинают подбеседовать от высших ценностей в жизни каких-то. Кто не хочет этим заниматься, он только какую-то интересует. Управляющий такого человека оттесняет от управления, а приближает тех, кто хочет с ним это обсуждать и менять себя как личность, у кого высшие ценности есть какие-то. И постепенно проходит партии года, несколько лет. Он постепенно, не то, что он фразу там выбрасывает, человека ценного не выбросишь, он все равно нужен. Но он потихонечку, тех, у кого искусственность образовывает, не вкладывает силы, и они развиваются духовно, такие люди. Потому что им это интересно. Проходит время, у кого у человека вот такое ядро сплачивается, верных, близких людей, отношения которых основаны на вере. И результат, знаете, какой будет? Все остальные только подтянутся. У него будет предприятие вот таким, состоит только из таких людей, очень хороших. Вот у меня сейчас такое предприятие. У меня 67 человек работает, они все занимаются духовной практикой, все стремятся вообще непосветлым, но мы когда вместе собираемся, 200 все, у нас такая любовь перед трубой, у нас такая семья. Я вам того же желаю. Я считаю, что это то, к чему человек должен в жизни стремиться. Я говорю сейчас для лидеров общества уже, какие вещи. Если хочешь создать команду, создавай ее не основное, знание о том, как управлять хорошо. Надо обязательно проводить обучение этому знанию, управлению своих помощников. Но если у них ценности другие, когда у тебя фирма будет задеваться, они от тебя свиняют просто и все. Потому что они знают себе цену и знают, что им деньги надо платить. А ты не сможешь платить, потому что фирма всегда то вверх, то вниз. Так действует судьба. Человек никогда бизнес не может всегда только вверх. И он вот так вот типичится, вот так вот все движется. Понятно? Поэтому вот в этом смысл во всем. То есть я вам сейчас говорю основу жизни, понимаете? Если человек не занимает самосовершенствованием. Природу свою не расстроит. Природу свою не расстроит. Раз. Отношения не построит. Два. Дело свое не найдет в жизни. Три. Как личность не разогнется, четыре. Благочестие не накопит, пять. И в конце жизни просто будет несчастным человеком. Шесть. Видите, мы с вами разобрали несколько пунктов сейчас в лекции. Первый пункт. Самое главное духовной жизни. Второй пункт. После духовной жизни, которая дает возможность человеку работать над собой. Работа над собой и дружба с такими же людьми находится на втором месте. Третье место. Это предназначение человека. Человек, который имеет возможность работать над собой. Его предназначение и возможность понять предназначение увеличивается. Его способность повышать свое положение в обществе увеличивается из-за качества характера. Естественным образом. Не искусственно. Искусственное лечение, мы говорим, ружу судьбу. Потому что ты не можешь делать то, куда ты там залез. Вот. Дальше третье, что после предназначения человека стоит. После предназначения. Это его остальная жизнь. Но у женщины семья стоит выше предназначения. Выше предназначения. Если жена не занимается, женщина не занимается своей личной жизнью. Она не сможет найти свой предназначение. И он все рассказал вкратце. Очень вкратце. Потому что тема сложная. Это понимание. У меня предназначение человека есть много лекций. Слушайте. Там разные направленности есть. Послушайте несколько семинаров. Вы уже разберетесь на этом деле. Сейчас, буквально через несколько минут, мы будем повторять. Я желаю всем счастья. Для того, чтобы научиться работать над собой. Чуть-чуть. Тренин такой небольшой был. А сейчас, может быть, пару вопросов. У вас какие-то есть. Я понимаю, у вас много записок. Но я обычно так отвечаю на них. Я приезжаю на лекцию на 40 минут раньше. И 40 минут отвечаю на вопросы. Вот у нас в этот раз так не получилось. Да? А молиться можно опираться в спину или можно ровно? Как молиться? Когда молишься, спину ровно саму держать или можно опираться? Если вы больные, опирайтесь. Ну, то есть, когда молишься, надо держать спину ровно. Тоже тема о молитве вопрос. Если ты расслаблен, то не будет молитвы. Не будет силы. Если ты болен, то надо знать, что операции держать спину ровно. Следующий вопрос. А вот как защититься от негативного? От негативного не надо защищаться. Если вы защищаетесь, значит, вы вступаете с ним в борьбу. Защита означает подбор. Понимаете? Чтобы не попасть под блеми негативного, надо себя погружать больше в позитивное. Я сейчас объясню как. Самое сильное воздействие имеет звук. Допустим, на работе в одно ушко вставила священную музыку, а ты найдешь, слушаешься чайниками. И слушаешь его с таким лицом таким классным. Почему? Потому что у тебя ее цена будет внутрь, защищена. А он потом спрашивает, что он на говоронах улучшает. А у меня есть. Что-то говоронах у них есть. Вам не надо бы и говорона слушать во время работы. Музыку слушать, нужно. Знаете, я вам какую-то вещь скажу. У меня был один знакомый начальник. Своим начальником когда общался, он мне объяснил, как он сохранял спокойствие. Он знаете, как сохранял спокойствие? Он делал фигу и в кармане держал. Ему помогало. Так как фигу и в кармане его защищало, начальник, когда я на руках, он как раз на фигу и спиротачивался. И податкил он ему. Он интравировал себя таким образом. Но это не самый хороший способ. Самый хороший способ это медитировать, настраиваться на звук святого человека. Молитва какая-то или пейки, смотнение святых. Так защищать святого человека. Защита означает настрой на чистоту. Настрой на чистоту защищает. Понятно с этим? Но защищаться не надо. Это наоборот. Где это обратный эффект? У вас мошенников как защищаться? Сейчас я объясню. Ну допустим, у вас грязный подъезд и у вас чистый подъезд. Где больше шансов, что будет воровство? Вот вы цветочки посадили в подъезде. Все кормите пирожками. Туда воры зайдут? Не знаю. Я сейчас объясню. Вор, когда он заходит в подъезд, для него главное. Среагируют соседи на взлом или нет? В каком случае не среагируют? Когда в подъезде грязь, когда там в марте все написано. Когда, ну как будто чужая, как чужие люди там живут. Атмосфера такая чужая. Понимаете? Там можно воровать. Когда он заходит в подъезд, тут тоже, цветочки круглые растут. Прям в подъезде. Там все классно. Так, коврики лежат. Будет он там воровать, нет? Впасно. Потому что скажут соседи. А если судится? Судится? Ищите вы защиту, значит. Ищите защиту сверху. Вот, допустим, у вас есть. Вас судят, да? Ищите тех, кто может повлиять по тех, кто судится. Скажите, у меня нет таких связей. Развивайте благочестие. Можно вопрос чуть-чуть не по теме? Ну вот уже два вопроса будет не по теме. А можно еще один вопрос по теме? Ну это как бы и по теме, я, например... У меня вопрос по теме. Да? Скажите, пожалуйста, а как можно помочь близким, чтобы они тоже стали на путь этого развития? Ну, в частности, вот родителям. Знаете, я могу ввести тоже. Спасибо вам, что вы задали вопрос. Пожалуйста, не помогайте близким, чтобы они стали на путь развития. Если вы начали это делать, вы потеряете отношения с близкими. И сами перестанете заниматься развитием таким. Потому что, понимаете, тут желание всех сделать такими же, как я, по факту убивает возможность развиваться у человека. Почему это происходит? Потому что человек этим желанием хочет менять не себя, от других глядов. Понимаете? Это неправильный способ жить. Слушайте меня, слушайте. Вы же слушать хотели. Или чего? Приговори. Слушайте, вы сами развивайтесь и вкус усиливаете внутри себя. Вкус к этому развитию усиливаете. Когда он станет достаточно сильным, ваши близкие начнут меняться. Это работает всегда так. То у меня мама горится уже. Мама моей жены тоже горится. Все люди вокруг меня, они развиваются как надо, потому что я в себя вкладываю. Я их не терроризирую вообще никого. А ты записался в саморазвивающийся? Я их не делаю так. Понимаете? А почему теперь хочется? Скажите, спросите. А почему хочется так делать? Потому что есть вот этот эффект. Мы хотим переложить себя на других. Понимаете, почему жена приходит такой? Как мне не такая легкая была. Давай послушай, а? Зачем она это делает? Зачем третируется у близкого человека? Затем, чтобы он изменился лучше, и тогда ему легче жить станет. Это эгоизм. Надо самой меняться к лучшему, и тогда он захочет послушать. Скажите, что это за лекция такая? У меня был такой случай моего знакомого. Он мне рассказал историю. Он тоже читает лекции, и он в таком же ключе тоже. Он рассказал такую интересную историю, что женщина, она начала хорошо себя вести, и, вернее, она пришла к нему и сказала ему, что делать, чтобы муж по-человечески ко мне относился. И ответ был такой, ты скажи мужу, что вот я слушаю лекции, слушаю лекции о том, как вести себя женщине правильно. Сначала вот эту правду скажи, а потом три дня изо всей силы по лекциям живи. Она так и сделала. Она справилась, ну, три дня можно же, правильно? Она справилась три дня, вот идеально, и так вот она, и все, и так бы, ну, и убирал, заботился, ласково, все, три дня, со всей силой. На третий день, он говорит, как и вот этот человек находится, который я все читаю. Она мне сказала, где я все так вот, он пришел к лекции, стал к этим человеком, и говорит, поклон тебе тому, кто из моих номеров сделал настоящего человека. У нас уже кончился тренинг, относительно хороший. Сейчас он был жвачцем счастья. Сейчас будет небольшой тренинг. Вот понимаете, вот этот метод физический, метод контакта личного, он очень важен, потому что в этом контакте человек приобретает опыт, глубокий опыт. Вот сейчас у нас уникальная возможность. В этом зале сидит как минимум 1300 человек. И сейчас все будут повторять, я желаю всем счастья. То, что вы внимательно, если настроитесь, вы почувствуете то, что больше вы нигде никогда не почувствуете. Уникальное время, уникальное место. Пожалуйста, сосредоточьтесь внимательно сейчас на том, что вы будете делать. Смотрите, то есть, вот эта практика, которую я вам сейчас рассказываю, она зажигает сердце желание работать над собой. И сама практика это тоже является работой над собой. Так как у нас разные веры, разные молитвы, поэтому будут просто повторять обычную вот эту фразу и желаю всем счастья. и по факту она не очень обычная. И так надо сесть прямо. Надо вспомнить любого святого человека, который для вас является святым. Пускай он будет где-нибудь на фотографии или на иконе. Неважно, если вы мысленно начните думать о нем, вы вступите с ним в отношениях. Чем больше будете о нем думать, тем ближе будут отношения. Но думать надо определенным образом. Надо думать, я хочу быть такой же, как ты. Я хочу тебе служить. Пожалуйста, займи меня в служении себе. Займи меня в служении. Пожалуйста, сделай так, чтобы я смог почувствовать твою чистоту и отдавать ее другим. И в это время надо повторять, я желаю всем счастья. Не от тебя. Не от тебя. А от того, о ком вы думаете. То есть мы как проводники. Мы хотим перенять этот чистый вкус жизни от этого человека и отдавать ее другим. Не для себя хотим перенять, а для других. Вот так вот. То есть я повторяю, я желаю всем счастья и вспоминаю этого человека, его чистоту, его жизнь, его поступки. Повторяю, я желаю всем счастья мысленно от него. От него. Я желаю всем счастья от него. И больше ни о чем не думайте. Вы потом увидите просто внешне, вы будете чувствовать, что происходит зале и что происходит у вас в сердце. Вы потом это почувствуете. Но сначала об этом не надо думать, не надо отвлекаться вот от самой деятельности. Оно является самой важной деятельностью в жизни человека. я желаю всем счастья. 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 Я желаю сил, шесть. 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 Я желаю. Я желаю всем, шесть. Я желаю. Я желаю. Я желаю сил, шесть. Я желаю. Я желаю сил, шесть. Я желаю. Я желаю. Я желаю. Я желаю сил, шесть. Я желаю сил, шесть. Я желаю сил, шесть. Я желаю. Я желаю сил, шесть. Я желаю сил.